Пожар в Алматинском хостеле унес жизни девяти казахстанцев и четверых иностранцев. Погибли двое россиян и двое граждан Узбекистана. Все они находились на цокольном этаже. В общей сложности в бюджетной гостинице проживали 72 постояльца. Выбраться из горящего помещения смогли 59 человек. Между тем, у Алматинского морга сегодня весь день дежурят родственники погибших. Там идет опознание тел, а на месте ЧП работают спасатели и полицейские. Подробности жуткой трагедии знает Бахатку Люкасова. Ранним утром пожар вспыхнул в подвальном помещении, которое было переоборудовано в хостел. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Погибло 13 человек. Предположительно, все они отравились угарным газом. Сейчас здание отцеплено, полицейские никого не запускают вовнутрь. Бюджетная гостиница располагалась в трехэтажном жилом доме недалеко от центра Алматы. Сейчас на месте ЧП работают спасатели и полицейские. Здание отцеплено. Асем Садыкова приехала сюда, как только узнала о трагедии. Женщина уже несколько часов пытается дозвониться до своего сына. Рассказывает 22-летний Сунат. Работал продавцом, жил вместе с другом, снимал место в хостеле. В сегодня раз когда вы разговаривали? Вчера. Мы в одном здании работаем. Он сказал, что мы никого не пропускаем. Телефон его доступен. В данный момент я звоню. Работал. Мы вечером продавцом. Не снимайте, пожалуйста, я не могу. Страшная трагедия случилась около пяти утра. Предположительно, загорелся ортопедический матрас. Как это произошло, предстоит выяснить следствию. Густой дым мгновенно окутал подвальное помещение трехэтажного дома. Именно на цокольном этаже проживали студенты и рабочие. В момент происшествия внутри находились 72 человека. 59 постояльцев сумели выбраться на улицу. Некоторых пожарные выносили на руках. Но 13 человек спасти не удалось. Они отравились угарным газом. Среди погибших 9 казахстанцев, двое россиян и двое граждан Узбекистана. Он был приоборудован под хостом буквально короткое время назад, полтора месяца назад. Без всяких разрешительных документов. Приспосабливать здания, общежития, гостиницы, подвальные помещения, цокольные этажи категорически запрещаются. Несмотря на это, арендодатель, это Халыкбанк, отдал это помещение под нужды арендодателю. Арендодатель использовал данное помещение под хостел. А существование данного хостела ни Акимат, ни другие государственные органы, в том числе и департамент по чрезвычайной ситуации, не имел такой информации. Во время пожара пострадали 5 человек. 27-летняя девушка с отравлением сейчас в больнице. Еще четверых отпустили на амбулаторное лечение. Утром на месте трагедии побывала Аким Алматы Ербулат Дусаев. Я просто опустился вниз, посмотрел, где эти комнаты были, где находились места сегодня погибших. В подвальных этажах размещение постояльцев запрещено. То есть разрешено место переоборудовать, привести с санитарными нормами, но остался вопрос, связанный, можно ли было, сколько людей размещалось и почему не размещалось. Тем временем родственники погибших весь день дежурят у городского морга. Бигжан Кулжанулы приехал на опознание 20-летнего племянника. Говорит, молодой человек отправился в Алматы на заработки. Помогал пожилым родителям-инвалидам. У меня сердце разрывается. Наш мальчик только начал жить. Он сам трудился и помогал родным. Как они теперь будут жить? Это большое горе для всей семьи. Как выяснилось, мини-гостиницу открыли полтора месяца назад. Под хостел переоборудовали первый этаж жилого дома и подвальное помещение. Хотя, согласно документам, открывать там можно было только магазин. Сейчас полицейские ищут владельца заведения.